уважаемые рыбы всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро меня зовут ольга и сегодня я предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 16 по 22 августа включительно что ждет вас в этот период информация общего характера расклад подойдет как женщинам так и мужчинам поэтому я вас всех без исключения приглашаю к своему столу постарайтесь максимально расслабиться на момент просмотра и только в таком состоянии любую информацию вы сможете правильно воспринимать и анализировать смотрите этот таро прогноз как по своему основному знаку гороскопа зодиака по солнечному знаку также и по асценденту это и другое правильно таким образом у вас будет больше информации для анализа расклад общий но в нем в любом случае можно найти для себя масса полезного не спешите делать выводы на начало просмотра и даже если расклад с вами резонирует всего лишь на 20 процентов постарайтесь прислушаться к советам карт они не будут для вас лишними для чего нужны расклады для того чтобы высветить слабые стороны вашей жизни поэтому если в раскладе выпадают негативные карты не стоит расстраиваться карты показывают вам то направление в отношении которого вы должны действовать сегодня я традиционно буду рассматривать события этой неделе в общем работа карьера внешний мир ваши личные отношения постараемся рассмотреть скрытые факторы на ближайшее время возьмем для вас карту основного совета и также сейчас вы можете загадать картам один вопрос желания подумайте сейчас о своем вопросе вопрос должен быть всего лишь один то карта которая останется на дне колоды после основной выкладки и ответит на ваш вопрос но и и я рассматриваю в самом конце поэтому запаситесь терпением даю вам еще немножко времени чтобы вы подумали о своем желании колода настраивается под вас и я думаю что мы с вами мы можем начинать кому нужно больше времени ставьте на паузу и так ваша первая карта на начало этого периода уважаемые рыбки все карты вашего расклада перед вами я приступаю к его чтению ваша склад начинается с довольно таки воинственной карты это пятерка жезлов эта карта всегда показывает борьбу конфликты раз при выяснении отношений любого рода и при том в эти конфликты вас кто-то втягивает сознательно то есть вы их не провоцируете это может быть кто-то тот кто в вашем ближайшем окружении это могут быть ваши конкуренты завистники или враги вы автоматически втягиваетесь в борьбу и выяснения отношений конечно же молчать кому-то вы не будете но вы нервничаете общий запас энергии неплохой но ваша энергия постоянно тратится на выяснение вот этих самых отношений и когда вы выходите из себя кому-то это очень нравится поэтому вас и выводят из равновесия вы не должны поддаваться на провокации теперь посмотрим общую фоновую карту на всю эту неделю и для вас выпала королева монет карта очень практичная для женщин но и для мужчин эта карта также хороша она и для тех и для других говорит о поступлении финансов если говорить о женщинах в особенности для тех у кого есть основная занятость вы будете очень неплохо зарабатывать в этом периоде к вам идут хорошие заказы вы сможете не только укрепить свои позиции в работе но и увеличить доходы если говорить о мужчинах то многое в делах может зависеть от женщины либо от женщины могут зависеть ваши финансы с помощью женщины вы что-то решаете и в работе или вам нужно прислушаться к советам женщины если говорите женщинах рыбках эта карта вас показывает как очень основательных дам с твердой почвой под ногами то есть вы на сегодняшний день хорошо стоите на своих двух ногах при этом вы успеваете и на работе и дома если говорить о женщинах то конечно же основная ваша проблема это работа карьера но про семью как я и говорила вы тоже не забывайте перейдем к вашим центральным картам которые показывают основные кармические моменты которые вы проживаете это что будет происходить в делах как правило я беру всегда одну карту но сегодня автоматически выпало 2 так я их и оставила и хочу сказать что я об этом абсолютно не сожалею для вас выпали две замечательные карты девять чаш и четверка чаш две карты праздника и радости они говорят о том что в этом периоде вы чему-то будете очень радоваться во первых девятка чаш может предполагать любого рода отдых сабантуи встречи веселья рядышком ваши родные и близкие шестерка чаш показывает вашу семью ваша чах ваших деток или родителей возможно в доме у кого-то что-то будет в этот период отмечаться вас могут наведывать друзья или вы направитесь кому-то но эти две карты взаимности и они говорят о том что и в работе у вас есть на кого опереться есть с кем-то дружба и дружба вполне надежно так как эти карты выпали в центре расклада у тех у кого есть основная занятость и вы еще не были в отпуске они вас призывают к тому чтобы вы сделали перерыв и отдохнули даже если вы работаете и не собираетесь идти в отпуске или вы уже в отпуске были на этой неделе вы сможете совместить приятно с полезным и все равно какой-то отдых или праздник вам также все равно показан карты говорят о хорошем настроении в делах как у мужчин так и у женщин тоже что-то будет идти весьма хорошо давайте посмотрим что происходит у наших семейных пар к этим двум картам мы еще вернемся и для семейных пар выпла карта рыцаря чаш и шестерка монет тоже две замечательные карты даже если раньше вы ссорились не находили общего языка в этом периоде перемирия вы друг друга будете поддерживать я вижу что вы устремлены навстречу друг другу есть слышимость есть понимание есть какие-то общие дела общие вложения вы что-то развиваете в доме на многие вопросы касающиеся дома финансы будут они будут и у вас и у вашего партнера или партнерши если грите женщина хрыбка кто у вашего мужчины обновляются к вам чувства он готов сделать все что от него зависит лишь бы только вы были довольны также эти карты могут предполагать то что в этом периоде вас порадуют какие-то известия от друга семьи знакомого или родственника в мужском лице возможно к вам кто-то торопится в гости в мужском лице если меня смотрят мужчины рыбы возможно вы хотите организовать сами дома какую-то встречу отдохнуть и заодно решить какие-то финансовые вопросы если говорить о вашей второй половинке то у него финансово тоже я пока не вижу проблем есть занятость или есть какие-то дополнительные доходы давайте теперь перейдем к нашим свободным рыбкам те кто в поиске своей второй половиночки для вас выпал рыцарь жезлов карта пятерки чаш и карта девятки мечей эти карты говорят о том что в этом периоде к вам вернуться какие-то старые проблемы которые вы пытались решать ранее они ходят по кругу и снова о себе могут напомнить вы на кого-то обижаетесь из близкого окружения руки могут опускаться но все-таки вы будете очень активны свои позиции вы будете отстаивать если кто-то будет пытаться на вас оказывать давление тут вы точно за себя постоите мы видели конфронтацию по первой карте пятерки жезлов и это прослеживается и здесь девятка жезлов показывает оборону защиту своих интересов если говорить о мужчинах рыбах вот эта карта рыцаря жезлов может показывать ваши характеристики в этом периоде вашу огромную гиперактивность вы многое пытаетесь сделать но что-то может тормозиться из-за тех людей которые рядышком с вами в том числе и из-за личных отношений что-то вы слишком близко берете к сердцу если вы с кем-то встречаетесь отношения могут не залаживаться но для кого-то эти карты могут говорить о том что бывший или бывшая напоминает о себе и прошлые обиды всплывают в вашей душе из-за чего-то вам больно но у вас может быть вынужденное общение с тем человеком с которым вы расстались или этот человек каким-то образом может проявить себя в вашей жизни конечно в вашей жизни есть какие-то проблемы они накопились решать их нужно но при этом не забывайте переключаться и на что-то приятное и позитивное так как центре вашего расклада выпали две замечательные карты которые могут показывать помощь друзей помощь родственников и не все вокруг вас враги то что я вижу по картам у тех у кого все-таки есть основная занятость и на этой неделе вы не собираетесь идти в отпуск дополнительная карта для вас карта старшего аркана колеса фортуны карта удачи и те кто работает удача идет к вам в руки будут возможности будет движение есть возможность доходы увеличить либо начать какой-то новый проект или получить новый опыт огромная коммуникабельность карта может показывать любые дороги движения в делах в общем поэтому дерзайте для тех кто в поиске работы я вижу что вы особо не торопитесь пока с поиском больше отдыхаете на ближайшую неделю не вижу чтобы поиск был успешным поэтому еще немножечко отдохните я вижу что у вас тоже опускаются руки возможно вы раньше пытались но или не находили то что нужно либо по финансам вас что-то не устраивало даже если вам сейчас и предлагают работу то вы так понимаете что она того не стоит и поэтому не спешите совет на будущее нужно немножечко подождать и работу вы найдете что происходит с вашими деньгами долгами или кредитами у тех у кого такие есть в дом денег для вас выпала карта старшего аркана мага во первых эта карта говорит о том что в деньгах финансов на вас кто-то может оказывать давление либо вы с помощью манипуляции пытайтесь решить какие-то финансовые вопросы и у вас получится если у вас есть долги или кредиты вы сможете успешно их перекрывать для тех кто собирается оформлять кредиты именно в этом периоде они будут успешными но скорее всего вам нужны будут какие-то документы на руках или вы в чем-то должны быть убедительны получится если говорить о женщинах вам может помогать решать финансовые вопросы мужчина но на каких-то своих условиях либо вы чувствуете себя потом должной или обязанной но решить вопрос вполне возможно если говорить о мужчинах рыбах вы можете решить любые финансовые вопросы многие из вас также обдумывают какое-то новое предприятие новый коммерческий проект возможно вы хотите что-то объединить соединить рискнуть в том чтобы какие-то новые знания применить в жизнь то есть эта карта может показывать и новый опыт ученичество все того что вы готовы вкладывать деньги то есть по факту вы вкладываете свое развитие и делаете очень правильно на внешний мир для вас выпала восьмерка мечей к сожалению на внешний мир она показывает определенные ограничения за рамки которых вы пока не можете выйти из-за этого есть огорчение что-то может не получаться давайте все таки возьмем карту пояснения чего это может касаться но карта солнышко эта карта дома семьи и она говорит о том что у каждого из вас есть семье свои проблемы но это очень многогранная карта и она говорит о том что если даже сейчас вы в чем-то испытываете ограничения по восьмерке мечей то солнышко выравнивает энергетику любой негативной карты и она говорит о том что ваши проблемы решаться все будет хорошо возможно нужно время проявите амбиции есть какие-то вопросы в отношении которых вы как бы закрытыми глазами вы не видите выхода но он есть стоит только подумать даже стоит обратиться за помощью кому-то если вы не способны решить сами и поверьте вы получите эту помощь но вы и сами способны многое поменять это касается и женщин и мужчин но эта карта больше мужских энергий и она говорит о том что если смотрит меня женщины где-то вы будете проявлять мужские черты характера либо будете опираться на мужское плечо мужчины тут способны на многое давайте рассмотрим скрытые факторы примерно на ближайших полторы две недели для вас выпала карта старшего аркана влюбленных снова старший аркан карта выбора четверка монет и семерка мечей карта влюбленных предполагает выбор любого рода он может касаться работы финансовых вложений партнерство но в том числе и партнерство в любви потому что карта влюбленных напрямую может говорить о отношениях вашей жизни в ближайшие две недели будет очень много искушений скорее всего вот эта дилемма и будет стоять перед вами течение двух ближайших недель в чем-то большие сомнения вам нужен чей-то совет на что-то по факту может немножечко не хватать денег или вы стараетесь сэкономить чтобы на все хватило здесь мы также видим что закрывает ряду этих карт семерка мечей карта негативного характера которая показывает врагов рядом с вами либо людей-завистников в общем то вы довольно таки прочно стоите на своих ногах решаете многие вопросы пытаетесь что-то менять но кто-то бесконечно пытается вам мешать за вашей спиной тут индру идут интриги сплетни эта карта может показывать и воровство в прямом смысле этого слова поэтому течение ближайших двух недель где бы вы ни находились следите за своими личными вещами ничего не оставляйте без присмотра кто-то может посягать на ваши финансы на ваши деньги или на ваше имущество конкурировать с вами в делах или в работе или даже воспользоваться пытаются вашими идеями и наработками которые вы выстрадали а кто-то с легкостью принимает ваш опыт и ваши наработки может выдавать за свои чем для вас эта неделя завершится на завершение этого периода выпала четверка мечей все-таки эта карта говорит о том что несмотря на то что у многих эта неделя будет весьма успешно и продуктивно несмотря на все вот эти перипетии которые есть в вашей жизни вы почувствуете огромную усталость и отдых вам будет просто необходим четверка мечей предполагает то что какая-то старая проблема по-прежнему вас волнует вы чем-то не согласны но пока вы чего-то не можете поменять в отношении той старой проблемы кстати я для вас так и не выложила карту основного совета и карту которая ответит на ваш вопрос желания но теперь эти карты на столе карта основного совета для женщин и для мужчин на совет для вас выпала карта короля чаш если говорить о мужчинах рыбках эта карта показывает вас собственной персоной и она говорит о том что вы должны верить в себя в свои возможности оставайтесь в хорошем настроении развивайте какие-то творческие процессы в своей жизни также эта карта не запрещает влюбляться любить развивать с кем-то отношения укреплять отношения все в ваших руках если говорить о женщинах то эта карта показывает мужчину за помощью которого вы можете обратиться это может быть ваш друг это может быть ваш родственник это может быть ваш возлюбленный или супруг возможно кому-то из женщин будет проявлять интерес мужчина не стоит отталкивать ухаживание этого человека или эту дружбу чем-то она вам будет полезна и по этой карте на мужскую помощь вы всегда можете рассчитывать и давайте теперь посмотрим сбудется ли ваши желания на ваш вопрос выпала карта туза чаш замечательная карта конечно же она дает ответ да чем я вас и поздравляю эта карта радости положительных эмоций эта карта благих известий и высших сил которые рядышком с вами вы не одни в этом мире и это самое важное потому что эта карта дружбы тепла любви которая рядышком с вами есть вы будете очень рады по факту когда получите желаемое на руки потому что эмоции у вас будут просто переполнять уважаемые рыбки таким для вас был расклад на этот период я думаю что многим из вас есть о чем подумать и что проанализировать пишите в обратных сообщениях насколько этот расклад был с вами созвучен насколько он для вас был полезен подписывайтесь на мой канал все те кто еще не успел подписаться и кому нравится подача информации будьте активными не забывайте ставить лайки помнить о том что каждую неделю выходят свежие недельные прогнозы в которых я вас всех с удовольствием жду всем удачи и до свидания субтитры сделал DimaTorzok